10 водозаборных узлов реконструируются в Щелковском районе в этом году по программе «Чистая вода». Это позволит обеспечить качественным, хорошим ресурсом порядка 30 тысяч человек. По поручению Алексея Ивалова, ход работ держит на постоянном контроле исполняющий обязанности главы администрации Наталья Тамбова. На шести объектах к работам уже приступили. Объем везде разный, но главное, на каждом ВЗУ будет устанавливаться станция обезжелезивания. Это позволит решить главную проблему качества воды, свойственную всему Щелковскому району – высокое содержание железа. До этого года вода подается жителям из скважин через резервуары чистой воды с превышением допустимой концентрации, но согласованно с ростопотребнадзором, то есть до единицы, до 1 мг на литр по железу. А так вода, в принципе, у нас хорошая. ВЗУ Серкова считается небольшим. Он обслуживает серковскую школу и дома частного сектора. На таких будут устанавливаться модульные станции обезжелезивания контейнерного типа, которые уже зарекомендовали себя по прошлому году. Производят их в Белоруссии, в городе Витебске. ВЗУ Соколовская уже в разы мощнее, но и территории обслуживания больше – вся Соколовская промзона и частный сектор. В помещениях уже ведутся подготовительные работы, поскольку программа «Чистая вода» предполагает комплексную реконструкцию водозаборных узлов. Не просто новое оборудование, но и ремонт зданий, благоустройство территории. Глубины насоса будут меняться, трубы водоподъема меняются. Все оборудование заводится, вся вода заводится на станцию обезжелезивания. Здесь станция будет интегрирована уже в это здание, оно же второго подъема здания. После станции обезжелезивания в резервуар чистой воды, дальше на второй подъем и уже через частотные преобразователи насосами в район Загорянка. Еще более серьезная модернизация началась на ВЗУ номер 3 в Щелкове на улице Центральной. Он обслуживает порядка 10 тысяч жителей города. Здесь в результате реконструкции планируется уйти от старых энергозатратных технологических процессов. Большой объем работ разделили на два этапа. В этом году мы меняем только технологическую часть. Все, что касается первого подъема, станция обезжелезивания. В следующем году мы отремонтируем капитальное здание, благоустроим территорию и отремонтируем, заменим второй подъем. Установим новое насосное оборудование, частотные преобразователи поставим. То есть, в принципе, и по качеству воды, и по количеству сбоев и срывов водоснабжения быть не должно и не будет. На остальных объектах также начата подготовительная работа. Уже на следующей неделе на ряде ВЗУ ожидается поставка оборудования. С конца ноября специалисты водоканала планируют начать вводить их в эксплуатацию, а значит, радовать жителей чистой водой. Видим, что подрядчики на месте руководителя водоканала держат контроль над ситуацией. Программа заканчивается 10 декабря. У них есть задача реализовать контракт. Времени достаточно, работы не такие сложные. Мы контролируем, посмотрим, как будет проходить процесс. Пока водоканал не дает нам повода сомневаться в качестве выполняемых работ, судя по прошлому. Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Щелковском районе второй год. В ее рамках уже обеспечены качественной питьевой водой 10 тысяч человек. И эта цифра с каждым годом только увеличивается. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».